У нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатульна. Елена Валентиновна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас речь пойдет о медотводах от прививок и QR-кодах. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нашим телезрителям, как получить QR-код, кому он положен. У нас есть две категории. Категория QR-кодов получения после вакцинации, только после проведения второй вакцинации. Если у пациентов учетная запись подтверждена на госуслугах, то после проведения второй вакцинации они появляются в федеральном регистре вакцинированных от COVID-19. И данный пациент получает QR-код в своем личном комбинете, который подтверждает наличие проведенной вакцинации. Есть QR-коды. Если учетная запись будет у пациента не подтверждена, то тогда QR-код, конечно, пациент не получит. Но бывают еще, конечно, и ошибки, когда если у пациента не приходит QR-код, но при этом учетная запись подтверждена, то надо обратиться тогда в медицинскую организацию для проверки сверки данных в системе ЕМИАС, нашей информационной системы, и в федеральном регистре вакцинированных от COVID-19. Есть QR-коды от перенесенной инфекции, переболевшей. Значит, QR-коды от переболевших получат только те пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, то есть, как говорится, переболели коронавирусной инфекцией, не позднее, чем за 6 месяцев при лабораторно подтвержденном диагнозе. Что значит лабораторно подтвержденный? Это мазок положительный. Если у пациента был мазок положительный, он болел ковидом, то он автоматически поступает тоже в федеральный регистр уже заболевших от коронавирусной инфекции, и данный пациент также при наличии подтвержденной учетной записи получит QR-код переболевшего и медотвод, так называемый, временный на 6 месяцев. Но мы в последнее время смотрим, что на госуслугах приходит медотвод пока на 3 месяца, потом пролонгируется. Если пациент, некоторые говорят, пациенты к нам сейчас обращаются, говорят, мы переболели, у нас пневмония, у нас было матовое стекло, но мазок, мазка положительного не было. И этот пациент не считается лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, он не получит QR-код. То есть QR-коды только получают с лабораторно подтвержденным диагнозом, у кого был положительный мазок. Потому что они автоматически из лаборатории поступают в наш федеральный регистр именно заболевших COVID-19 и только такие пациенты получают QR-код. Если пациента, очень многие к нам сейчас вот мы смотрим, наблюдаем, обращаются с высокими титрами антител, приносят анализы. При этом нигде регистрации о том, что он перенес коронавирусную инфекцию, нет. Такие пациенты QR-код получить не смогут. Мы можем, конечно, выдать такую справку, только такую информативную, что да, у пациента есть высокий титр антител, но это не является сегодня медотводом для проведения вакцинации. То есть и по последним уже методическим рекомендациям, которые нам дает федеральный Минздрав, если нет подтвержденного диагноза, то это не является временным медотводом для проведения вакцинации. А вообще кому положен медотвод? Есть ли сейчас такие категории граждан? Значит, у нас, да, есть медотводы вообще делятся на временные, есть постоянные медотводы. Постоянные медотводы – это если есть тяжелые аллергические реакции на проведение вакцинации. Это по типу анафилактического шока, отека к венке. Если были такие реакции, то в анамнезе, то тогда дается медотвод. Временный медотвод – это если имеются острые какие-то респираторные вирусные заболевания, на 14 дней, на 2 недели выдается медотвод. Это определяет только лечащий врач. Сами пациенты не могут определить медотвод по федеральному закону и вообще по всем нормативным документам. Также к временным медотводам относятся это беременные и кормящие матери. По кормящим мамам, потому что очень много тоже задается вопросов, подтверждает факт, что в действительности мама кормит и находится ребеночек пока на грудном скормлении, выдает справочку врач-педиатр. И после этого мама кормящая записывается все равно к терапевту. И терапевт проводит это все в системе нашей информационно-аналитической в ЕМИАСе, что имеется временный медотвод пока на 3 месяца. У нас любые все медотводы временные или постоянные фиксируются в врачебной комиссии. То есть лечащий врач пишет, потом еще председатель врачебной комиссии это все подписывается. Это утверждено протоколами, поэтому такие требования не придуманные нами, то есть все под строгим контролем. Также к временным медотводам это дети, вообще постоянным медотводам это дети до 18 лет. Ну и по поводу онкологии, о которой мы говорим, особенно при химиотерапии, онкологи только, врачи определяют временный или это постоянный медотвод. То есть мы онкологическим пациентам все-таки рекомендуем, например, обратиться к онкологам. Если онкологи дают медотвод, тогда уже врач-терапевт все равно не записывается к терапевту и проводится через систему ЕМИАС этот медотвод. Елена Валентиновна, расскажите немного о сейчас ситуации с заболеваемостью в нашем округе. Значит, ну, как мы знаем, мы в июле месяце попали в третью волну, да, пандемия, достаточно тяжелая волна. Вот этот индийский штамм, про который сейчас все говорят, он реально очень коварный. Оказалось, заболеваемость высокая. За прошедшую неделю у нас очень рекордное количество, значит, пациентов с коронавирусной инфекцией. За неделю тысяча случаев. Это у нас даже за предыдущие первые две волны таких не было за неделю случаев. Поэтому сегодня цифра заваливших уже 18 тысяч, более 18 тысяч. Поэтому мы, конечно, рекомендуем, я думаю, что максимально, когда все привьются, все-таки волна пойдет на спад. Хотя вот в пятницу мы немножечко увидели небольшое, вот небольшое прям снижение по количеству вызовов на дом и по госпитализации. А так, конечно, в действительности вирус коварный и поражает молодую возрастную группу. И поэтому теперь вот даже по, особенно возраст 20, от 20 до 35 лет с тяжелыми осложнениями и с поражением легких, и с сердечно-сосудистыми осложнениями. Поэтому рекомендуем, конечно, продолжать вакцинироваться, не бояться вакцинации, чтобы как-то предотвратить эту инфекцию. Потому что протекает тяжело, и нагрузка, которую сейчас несет персонал с учетом и в стационаре, и на вызовах на дом, очень колоссальная. Елена Валентиновна, спасибо вам большое за информацию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина.